Всех приветствую на своем канале и сегодня мое видео посвящено завершению очередной моей работы подарка, который я планировала делать в мае месяце по авторской схеме Светланы Сечкаль под названием «Дяйка Шерлок». Значит, Светлана заявляет свою работу, схему на конве 14 Аида и по этой основе размер готовой работы составляет 11 на 14 сантиметров. Если переводить на крестики, то размер будет 59 на 77 крестиков. В работе участвуют 15 основных цветов, из них бленды и их 14. В работе используется крест, полукрест, быкстич и совсем немного, три четверти креста. Томить вас долго не буду, скажу только о том, что эту работу я оформляла в прикладную вещь и это был подарок для моего отца. Томить вас не буду, готова сразу показать и рассказать. Вот такой результат у меня получился. Давайте начнем со схемы, а дальше расскажу, что это и почему именно так оформлялась. Значит, работа вышивалась у меня на основе Белфаст. Это цвет натурального льна с золотым люрексом. Основу я брала исходя из того, что уже сразу я осознанно знала, что буду полностью менять всю цветовую палитру того зайца, которого предлагает Светлана. И не потому, что мне не нравится ее заяц, а потому что мне нужно было этого зайца вписать в интерьер. И плясалась я начала с того момента, когда стала думать в какую раму я это буду оформлять. Покупала я уже готовую рамочку. Это белорусские рамочки, очень хорошие. Купила две, но решила, что вот это мне в моей ситуации подходит больше. И когда я стала прикидывать под эту рамку того зайца, который представлен у Света, мне показалось, что он пропадет на фоне такой рамки. Отсюда появилась идея, что зайца нужно сделать не светленьким, а вот таким вот шоколадным. Соответственно и одежда, если звучит, что заяц был шоколадный, а в таких коричневато-оранжевых цветах представлена одежда, она не подходит, то соответственно пришлось по ходу менять и палитру одежды. И получилось так, что ну в общем я переделала под того человека, которому делала подарок. Подарок я делала для своего отца. Он вообще по жизни любит одежду такого плана вот в клеточку и как раз вот примерно такой расцветки. А поскольку к такому шоколадному зайцу это очень подходило, я в общем-то решила, что это будет таким образом. Значит про основу я вам сказала, а если учесть, что основа это меньше, чем Аида 14, то соответственно размер зайца здесь он меняется. Если на Аиде 14 размер готовой работы 11 на 14 сантиметров, то здесь на Белфасте у меня получился размер 8 с половиной на 12 с половиной сантиметров. В общем-то как-то вот так. Значит что это? Это видите коробочка и объясняю, что это за коробочка. Это пультяшница, так как у меня отец после инсульта и он какие-то вещи забывает. У нас всегда возникает проблема в том, что он находится вечно в поиске своих пультов. Их у него два. И у него всегда все лежит в конкретном месте. Если он определил это место, то он не забывает об этом. Но когда он каждый раз экспериментирует, сегодня здесь положу, мне тут не понравилось. Завтра тут он забывает. И потом соответственно возникает проблема, что кто-то виноват. Кто-то взял, либо дети, либо кошка скинула. Я решила, что нужно срочно спасать ситуацию и делать пультяшницу. Во всяком случае мы ему определим ее в удобное для него место. В интерьер она отлично вписывается. Ну и собственно если ему понравится, ею пользоваться, я уверена, что ему понравится, то проблем больше возникать не должно. Значит в качестве стекла у рамки стоит оргстекло. Подумала я о безопасности. Дети у меня часто бывают гостями в его комнате, особенно младший. Мало ли что-то кинет, стукнет. Безопасность, она все-таки важнее. Ну и в общем-то сам отец, он уже не смог полноценно восстановиться. Он в какой-то степени остается большим ребенком. В общем, с точки зрения безопасности я решила сохранить здесь оргстекло и не ставить никаких других стекол. Значит из МДФ мы делали вот такой короб. Собиралась при помощи саморезов и вот покупались вот такие вот специальные заглушечки, которые помогают прятать саморезы. И вот заклеили, ну вы видите, да, чтобы это было, скажем так, более аккуратно и красиво. Вот так это выглядит. Понятно, что вы сейчас скажете большое расстояние и пульты провалятся, как человек будет там доставать. Элементарно. Ширина вот этой части сделана так, что здесь проваливается только пол пульта. А вторая половина, поскольку она наверху шире, вот это расстояние не даст ему провалиться окончательно. Здесь будет еще стоять перегородка, но она будет стоять, когда мы подарим и будем устанавливать. У меня муж открутит заднюю часть, установит перегородку, потому что мы не записали вот этот размер ширины каждого пульта, то есть мы вымерили общую ширину, толщину, а расстояние между пультами не сохранили. То есть здесь мы еще вставим такого же цвета разделитель, который будет для каждого пульта отдельно. И вот здесь вы видите скраповую бумажку, приклеенную, поскольку времени уже перекрашивать у меня не было, потому что это нужно, чтобы успела высохнуть. А у меня муж здесь проделал дырки. Я вообще планировала вешать на уголки сзади, прикреплять, как вот картины вешают, но муж мне отговорил. Сказал, что можно же заклеить таким же мебельным вот этими кружочками, но у меня почему-то вот коричневая здесь цвет, он мне казалось чего-то не хватает. И вот выбрала такую скраповую бумажку, которая подходила под тон. Правда тут написано romantic time, искать что-то другое у меня уже времени не было. Ну, будем считать, что посмотрела телевизор, оставь время на романтическое время, несмотря на то, что есть болезнь, да, определенная. О теплых душевных взаимоотношениях между мужем и женой никто не отменял. То есть все равно нужно как-то проводить время друг с другом общаться. Столько лет вот уже прожито. Будем так говорить о том, что это такое, как напоминалка. Соответственно, крепить мы к стене будем на саморезы вот за эти части и также саморезы прятать вот этим мебельными кружочками. Короб мы делали из МДФ. Покажу вам его со всех сторон. Как вам поймать, чтобы я бликовала. Покажу работу сейчас поближе. Вот как-то так. А брали обычную рамочку, я натянула работу и, в общем-то, рамочку просто приклеивала к коробу. И в итоге получилась вот такая вот нарядная, красивая пультяшница. Ну, почему выбор, вроде бы скажете, мужчина, да, какой-то плюшевый зайчик взят. Еще раз повторюсь, отец остается у меня большим ребенком, а так как всегда у нас проблема поиска пультов, то, наверное, Шерлок Холмс всегда найдет. И мне очень радостно, что, в общем-то, зайчик у меня получился соответствующей оформлению. Еще и одежда в том стиле и вкусе, к которому привык мой отец. Ему это будет, ну, скажем так, привычно и близко. Что касается артшива, тяжело мне дался этот заяц. И по каким причинам, я не знаю. Дело в том, что на Белфасте вышивала я первый раз и мне было сложно на нем вышивать. Не знаю, опять же, может быть, это было связано с другой причиной. Я меняла цвета, скажем так, методом эксперимента. Я, в общем-то, изначально подобрала цвета, но какие-то переходы мне не нравились, мне приходилось распарывать и подбирать по-другому. То есть, повозиться мне с ним пришлось изрядно. Мало того, такое количество блендов я еще никогда не использовала в работе. То есть, если учесть, что здесь 15 цветов и блендов здесь 14, я вышиваю по цветам. А если учесть, что еще и участки зашива цвета были небольшие. В общем-то, ну, как бы для меня было тяжко. Не знаю, с чем это связано. Со схемой, с основой или с тем, что я еще тут мудрила с цветами. Не могу сказать, но могу сказать одно. Заяц мне дался очень тяжело. Тяжело он у меня вышивался. Под конец вообще приходилось себя заставлять за него садиться, потому что, ну, сил уже просто больше не было. Но при этом хочу сказать, что результат меня очень радует. Конечно, интересно было бы услышать и ваше мнение, но я, в общем-то, осталась результатом довольна. Зайчик получился достаточно контрастный, гармоничный относительно оформления. И, в общем-то, наверное, во вкусе как раз моего отца. Поэтому зайка Шерлок всегда найдет пульты. И я думаю, что как только мы ему определим место для его пультов, то он уже не будет придумывать, куда в очередной раз положить, чтобы кошка не уронила, дети не взяли. Все будут знать, что это место жительства для них находится здесь. Вот так это смотрится с высоты зрительного глаза. Мне кажется, получилось очень и очень гармонично. Вот такой вот получился результат. Довольна, несмотря на то, что много поразилось. Но результат меня, в общем-то, в общем и целом радует. Вот такая вот у меня в этот раз необычная работа. Если вам понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Обязательно интересно послушать ваше мнение по поводу такого подарка, по поводу результата, который получился. Нравится вам, не нравится. Или, может быть, это глупая затея. Ну, интересно. Любое мнение, оно всегда интересно. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы, если они у вас возникли. С удовольствием отвечу. Быть может быть, мой опыт кому-то понадобится и пригодится. Ну, а я желаю всем хорошего настроения, успехов в вашем творчестве. И прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока.